мечеть султанахмет каких только здесь нету вкусняшек потому что донер уже заканчивается завтрак выглядит примерно вот так собачка развлекает туристов всем привет из стамбула в этом видео я расскажу какие достопримечательности посмотреть куда сходить что попробовать великом городе стамбуле поэтому оставайтесь до конца будет очень интересно и пожалуй самое первое это главная площадь стамбула султанахмет здесь находится невероятно красивая голубая мечеть она же мечеть султанахмет также здесь находится величественная айя софия и мавзолей султанахмеда очень красивая здесь можно находиться часами любуюсь вот такими видами уличная собачка развлекает туристов к сожалению сейчас голубой мечети идет реставрация поэтому я показать не смогу как-нибудь в другой раз обязательно это мавзолей султанахметом сейчас мы зайдем вовнутрь и посмотрим прям у входа уже начинается красота мавзолей султанахмеда 1 самом сердце стамбула а здесь по центру гробницы самого султанахмеда также в мавзолее похоронены другие представители османской империи и всего здесь похоронены 36 человек а еще на площади можно попробовать стамбульскую уличную еду свеженькие семиты которые по стоимости 5 лир либо вареная жареная кукуруза которая 20 лир либо каштаны жареные невероятная айя софия и сейчас мы зайдем вовнутрь айя софию часто называют восьмым чудом света посмотрите какая она невероятная сочетающая в себе элементы православной и мусульманской культуры и построенная а 637 году ну а сейчас пришло время подхластить свое путешествие и пришла я в свое любимое каракёй глю огла сами турки местные приходят именно сюда здесь очень большие витрины два этажа немножко покажу витрины здесь очень большой выбор просто рай пахлавы каких только здесь нету вкусняшек и быть в стамбуле и не попробовать все это просто грех посмотрим что я взяла взгляните вот сладости пахлава с фисташками шоколадная пахлава мои любимые и бурек сыром со сметаной это то что нужно здесь обязательно попробовать ну а еще конечно турецкий чай и за все это пахлава чай и бурек отдала 150 лир пахлава вкуснее всего конечно с турецкой сметаны с хаймахом смотрите вот так вот раскрываем серединку и после набираем на вилочку ну и друзья продолжаем путешествие по стамбулу сейчас я приехала на базар гранд базар вышла вот с метростанции биозит и здесь совсем рядом сейчас покажу как пройти на гранд базар оживленный живой стамбул здесь улочки уличный базар смотрите даже пройти невозможно и вот здесь находится гранд базар а вот со стороны биозит метростанция биозит взгляните сколько здесь людей какая царит атмосфера гранд базар является одним из крупнейших крытых рынков в мире здесь 66 улиц и более 4000 магазинов ежедневно гранд базар посещают свыше полумиллиона посетителей в том числе туристов друзья а сейчас пришло время перекусить и пришла я посмотрите куда вы когда-нибудь видели такую очередь это очередь за донером находится это место возле гранд базара и называется для нержи шахин устав сейчас я стою в очереди и работник ходит и считает представляете сколько человек стоит в очереди потому что донер уже заканчивается дождалась свой донер в лепешке мясо помидорчики плюс дела иран отдала 135 лет ждала минут 40 вот такое место где люди едят донер стоя на ногах и знаете это безумно вкусно какая красота сулеманье мечеть сулеманье и и считают самой красивой мечетью в стамбуле расположена на старой части города и построили мечеть по приказу самого султана сулемана архитектором является мимар сина здесь во дворе мечети находится мавзолей где покоится сам султан сулеман и мавзолей хюрем султан находится вот смотровая площадка вид просто фантастика а сейчас друзья пришло время для завтрака как же быть в стамбуле и не попробовать настоящий турецкий завтрак на берегу у босфора взгляните в каком месте сейчас я нахожусь и какой принесли мне завтрак я приятно удивлена потому что взгляните на мой завтрак всего за 88 лир а еще бибек в районе бибек с таким нереальным видом друзья и следующая достопримечательность которую нужно обязательно посетить это непременно галатская башня с галатской башни открывается невероятный вид на стамбул на старую часть стамбула панорамный шикарный вид следующий обязательный пункт стамбуле это прогулка по таким колоритным улочкам стамбулом это район каракей балахакмек уличная еда стамбула и взгляните какая выстроилась очередь обязательно нужно попробовать балахакмек в стамбуле возле балахакмек здесь можно попробовать танту ним еще одна уличная еда стамбула ближе подошла чтобы показать процесс приготовления танту ним уличная еда стамбула мясо вот жарится получается в лаваш заворачивают зелень помидор овощи и мясо это улица где подаются завтраки в течение дня и к примеру вот завтрак выглядит примерно вот так а и и и и и и и и и Сейчас с причала Искидар отплываем в именную паром, 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 либо в Апр, как говорят местные. И, кстати, одна поездка составляет 11 турецких лир на февраль 2023 года. И самое прекрасное, прокатиться на пароме очень просто, как за хлебом сходить. Для этого нужна Истамбул-карт, либо можно в самом причале купить одноразовый билет. Истамбул-карт. Истамбул-карт.